А речь идет о приговоре педиатру Надежде Буяновой, которая приговорена к пяти с половиной годам колонии за разговор с пациенткой. Чем этот случай нам, скажем так, важен? Каждый такой случай важен, каждое несправедливое осуждение, каждое политическое дело важно, но что в нем особенного? Ну, сами по себе приговоры за разговоры не такая уж новость. Это не очень часто, гораздо чаще встречаются приговоры по вот этим вот статьям о дискредитации армии, распространении ложной информации или об оправдании терроризма за что-то написанное в интернете. Тогда это можно квалифицировать как длящиеся преступления, следственные органы это любят. Но из-за личных разговоров, то есть просто вот то, что называется словами через рот, у нас есть несколько случаев осужденных. А может быть, вы помните, как полковника Росгвардии приговорили за то, что он разговаривал о войне с сослуживцами. Это дело было в 1923 году. Или техника управления МВД за телефонный разговор о войне тоже приговорили к 7 годам колонии. Там было три звонка, вот было сочтено, что это публичное распространение фейков. Случаи Надежды Буяновой особенные с двух точек зрения. Во-первых, это первый из известных нам случаев, когда разговор состоялся один на один. Поскольку такое дело, в котором нет вообще никакой объективной стороны, кроме свидетельских показаний одного человека, показался странным даже нашему правосудию, то там появляются подложенные листы протокола, подмененные следственные материалы, из которых следует, что дверь в коридор была открыта, и ребенок, вот, собственно, женщина, с которой шла беседа, там ходил, мог это все услышать, как-то травмироваться. Таким образом, какую-то объективную сторону пытаются нащупать. Но еще одно обстоятельство, которое важно именно для меня, состоит вот в чем. Существуют три основных, так называемых, помогающих профессии. Это учитель, адвокат или юрист-консульт и врач, включая психотерапевтов и всех иных людей вот этого вот, этого рода занятий. Поэтому помогающие профессии характерны тем, что в них возможен контакт между теми людьми, которые друг с другом могут быть несогласны, которые друг друга могут, скажем так, как угодно плохо относиться. Но, тем не менее, если ты принадлежишь к помогающей профессии, ты эту помощь обязан предоставлять. На адвоката имеет право каждый. У убийцы, у серийного насильника, у педофила будет адвокат. Врач придет к любому, к человеку, который получил травму, убивая других людей. Он все равно придет. Учитель заходит в любой барак, если есть запрос. Каждый, кто, так сказать, стремится к знанию, имеет право на получение этого знания. Так вот, с кем угодно, в любой обстановке возможен контакт внутри помогающей профессии. Более того, мы обязаны это делать. Но есть одно условие, которое разрушает саму эту возможность. Это страх. Взаимный страх. Если пациент боится врача, врач боится пациента. Если учитель боится ученика, ученик боится учителя. Если адвокат не уверен в собственной безопасности, работа не состоится, помощи не будет. И мы с вами наблюдаем, как последовательно разрушается доверие. Вот то доверие, которое не предполагает, даже иногда не предполагает никакого сочувствия. Хирург может совершенно не сочувствовать своему пациенту. Но он должен в достаточной степени быть уверен в себе, чтобы знать, что его не утащат в кутузку за то, что он как-то там не так провел операцию. Еще раз повторю, много есть юридических нюансов в том, что я излагаю. Но я надеюсь, что общая рамка понятна. Последовательное разрушение этого доверия мы видим по каждому из трех этих направлений. Как будто бы это сознательная политика. Дети могут бояться, что на них донесет учитель. И такие случаи есть. Собственно, дело Москалевых, дело семьи Москалевых, началось именно с доноса учителя. Но и преподаватель, и учитель может опасаться, что если он скажет в аудитории что-то не то, то на него донесут слушатели или его ученики. В случае с адвокатами мы видим, как, например, адвокаты, которые защищали Алексея Навального, оказались обвинены в том, что они, так сказать, сообщники человека по тому же преступлению, в котором он обвиняется. То есть, понимаете, да, вы защищаете как юрист или консультируете террориста, вы террорист. Вы консультируете или являетесь адвокатом убийцы, значит, вы убийца. Вот такая вот замечательная логика. Пока врачи у нас оставались более-менее вне этого общего страха, ну, за исключением обычных и в мирной жизни случаев, когда, да, иск на вас могут подать. Это еще раз повторю. Сложная материя. Но вот сейчас по доносу пациента осужден врач за разговоры. Не за то, что она ее там неправильно лечила, а за то, что она сказала. Как мы помним, у нас планируется довольно большая государственная программа по ресоциализации тех людей, которые травмированными придут с войны. У нас целый очень важный заместитель министра обороны имеется, который должен заниматься этими вопросами. Так вот, невозможен будет никакой разговор в рамках терапии, в рамках какого-то лечения ПТСР, если каждый из тех, кто будет этим заниматься, будет знать, что скажи он что-нибудь не то, этот его пациент выйдет из кабинета и скажет, она ругала нашу армию героическую или он. Формальность будет возможна, отчетность будет возможна, никакой работы нельзя будет проводить. Еще раз повторю, любое расхождение во мнениях возможно внутри этих отношений. Взаимный страх невозможен. И этот взаимный страх возникает не потому, что люди такие плохие, плохо себя ведут, а потому, что это поощряется государством. Не надо концентрироваться здесь на самих доносах. Сам по себе донос, как вы понимаете, никого в тюрьму не сажает. У нас любят смотреть именно на это. Концентрироваться надо на государственной реакции, которая не просто поощряет эти доносы, но руководствуется ими, даже выходя за рамки установленных им же самим правовых норм. Екатерина Михайловна, коротко, если можно. Врачи всегда славились тем, что умели защищать своих. Объединялись, требовали. А в этот раз? Может быть, я что-то пропустила. Пока не знаю. Пока не знаю. Пока вижу, что ВДНК там работает. Пока вижу, как независимая пресса об этом пишет. Относительно какой-то... Ну, скажем так, в начале этого дела были, по-моему, письма в ее защиту. После приговора я пока не видела. Может, что-то не видела. Продолжение следует...